здравствуйте меня зовут александр я здесь впервые я никогда здесь не был ни докладчиком не слушателям очень волнуюсь по этому поводу вообще не очень публичный человек мне непривычно выступать такой аудитория вот вкратце о себе я пользуюсь линуксом пользователь как разработчик в этом основная платформа там со времен ядра 1 2 12 вот мимо меня прошли windows 3 1 windows 9 windows xp windows это все прошло мимо меня я всегда был в линуксе вот когда над этим смеялись я был в линуксе сейчас когда это модно я был в линукс на настоящий момент я автор двух пакетов которые входят более-менее вообще дистрибутивы это сейн airscan драйвер для проекта сейн драйвер так называемый без провод без драйверных сканеров вот и demon и ппсб который добавляет поддержку без драйверного сканирования печати для юсб-устройств не сетевых потому что драйверное сканирование и печать они выглядят как сетевые но с юсб тоже работают вот и вместе эти пакеты составляют ну практически весь стек без драйверного сканирования и том ну наверное треть стыка без драйверной печати в системе Для начала надо сказать, что такое бездрайверное сканирование, бездрайверное печать. Что такое драйвер бездрайверного сканирования? Звучит довольно дико. В любом учебнике по операционной системе мы увидим какую-нибудь такую картину, что есть операционная система, есть драйвер, устройство, драйвер, устройство, и драйвер поставляется вместе с устройством. Написать драйвер — это проблема изготовителя устройства. И эта картина, она понятная, потому что устройства были дорогими, а софт был дешевым, устройства были дорогие. Мы заходили в музей, мы видели эти древние устройства, Ну видно, что это вещь, может стоить миллион долларов. Штучка. Значит, что такое бездрайверное? Вот это вот флешка. Это бездрайверное устройство. Мы втыкаем эту флешку в любой компьютер, в любую операционную систему. Ни о каких драйверах не задумываемся. И она везде одинаково совершенно работает. Почему? Потому что любая флешка реализует один и тот же протокол. Неважно, какой тут изготовитель. Адата, Кингстон, неважно. Один и тот же протокол совместимый с одним общим драйвером, который становится частью операционной системы. И это смена парадигмы. Теперь не операционная система подстраивается под дорогущее железо, а производители этого дешевого железа подстраиваются под операционную систему. Чего операционная система хочет, то они для нее и сделают. И ту же самую картину мы видим. Это теперь переходит в область печати, в области сканирования. И это бездрайверное сканирование печати. И сейчас еще не все устройства это поддерживают, но в перспективе видно, что туда движется. Чтобы все это работало гладко и аккуратно, требуется целый стекл программного обеспечения. И функционально он состоит из следующих частей. Это автоматическое обнаружение сетевых устройств. Вообще все это сделано для удобства. То есть вы втыкаете устройство в сеть, и оно сразу работает, сразу видно. Настройка не нужна почти никакая. Это автоматическое обнаружение устройств. Это поддержка протокола печати, общего для всех. Это поддержка протокола сканирования. И поддержка не сетевых устройств USB. Существует два основных набора стандартов. Один проталкивает Apple, и они идут как иетовские стандарты в основном. То есть они все это RFC. Если вы посмотрите RFC на DNSSD, там авторы Apple. Если вы посмотрите RFC на IPP, там автор Майкл Свит из Apple, который капс написал. Значит, ESL шел немножко отдельно, но он теперь тоже опубликован. Не как RFC, как спецификация Moprix, но тоже в этой куче. Этот набор стандартов, его очень активно продвигает Apple, маркетирует его. Он известен как IPP Everywhere в открытом мире, как Bonjour Printing или AirPrint в мире Apple. И как Moprix Printing, сканинг от Moprix Alliance. Это все одно и то же, под разными именами. И Microsoft. Как Microsoft идти общим путем? Microsoft всегда свой собственный стек протоколов. Это у них называется Web Services for Devices. Который состоит из VS Discovery для поиска устройств. И не только устройств, а компьютер. Мы тоже можем находить сети через него. Microsoft и компьютеры ищут друг друга через него. Это VS Print, VS Scan для печати и сканирования. Ну там свои протоколы, которых я не буду упоминать для файлового шеринга. Это неважно уже. И зачем-то Microsoft это все провел и как свои спецификации, и как стандарт веб-консорциума. Причем они отличаются в нюансах. Поэтому это два диалекта одних и тех же протоколов. Что из этого реально надо поддерживать? В области печати и Apple стандарты победили. Любое устройство, которое поддерживает бездрайверную печать, оно будет поддерживать IPP, оно будет поддерживать DNS-SD. В SD до него поддерживать нет смысла, если вы только не работаете в какой-то среде глубоко интегрированной системе с Microsoft. Со сканерами хуже. Часть устройств поддерживает ESCL, часть устройств поддерживает только VSD, часть устройств поддерживает и то, и другое. Поэтому приходится поддерживать оба набора. Что происходит в мире устройств? Практически все сетевые устройства, все принтеры поддерживают автоматически и давно. И многие USB-шные тоже. Что касается сканеров, с этим хуже. Старые сканеры серединка наполовинку. Новые имеют тенденцию поддерживать. Многие устройства, ну не многие, а заметная часть устройств, значит, у них бездрайверные протоколы сделаны, ну он, что называется, на отвали. То есть высокие разрешения, управление яркостью подсветки будет работать только через проприетарные протоколы. А на общем уровне будет работать и вот так. Но в перспективе нескольких лет, вероятно, все-таки все уйдет туда. И этому очень способствует позиция Apple, которая поставила перед производителями принтеров, сканеров, в общем, следующее условие. Что хотите, чтобы у нас все работало автоматически, поддерживайте наш стек. Если вы так не хотите, ну сами как-то возитесь с драйверами, это не наша проблема. Микрософты, которые готовы возиться с драйверами. Теперь как это все в Linux все устроено. Алахи реализует DNS-SD, это автоматический поиск устройств в сети, основанный на DNS-овских мультикастах, которые по UDP рассылаются, устройство отвечает, так можно найти там устройство по типу сервиса. И не только устройство, но нас интересует именно устройство. Капс – это драйвер принтера, который поддерживает, в частности, IPP, и всегда его поддерживал. Вот, кроме проприетарных протоколов. И те части, которые, собственно, написал я, это CNR-скан, который поддерживает протоколы сканирования и ESC, и VS-скан. И кроме того, в SD-устройство самому пришлось писать обнаружение, потому что общей инфраструктуры нет в Linux. Не было в тот момент, когда я писал. А сейчас она в каком-то виде есть, но не очень. И IPP-USB, поддержка USB-устройства. CNR-скан – это двухпротокольный драйвер-сканер. Написано на оси, около 20 тысяч строк, довольно много получилось. Пользователи присылают мне фидбэк. Про 170 устройств я точно знаю, что они работают. На самом деле, вероятно, больше, но многие люди, у которых там все работает, они просто не пишут, не знают, куда писать. Более-менее во всех дистрибутивах Linux есть, в VSD есть, в Formos тоже есть. Технические особенности. Когда вы ищете устройство в сети автоматически, вы можете одно устройство найти в пяти ипостасах. Оно будет отвечать и на IPv4, и IPv6. С TLS, без TLS, в VSD, ESC. Если вы все это вывалите пользователя, там один и тот же девайс, там 16 вариантов, но пользователь сойдет с ума, надо сводить как-то вместе. Это непросто. Это примерно кодовая база получилась. Вторая вещь, особенность самого Sane. Sane не сканирует в фоновом режиме. Это разумно, потому что сканирование может занять минуту-пять минут, в зависимости от разрешения от устройства. Но после того, как сканирование запущено, Sane считает, что драйвер точно знает параметры. А реально он в данном случае не знает, потому что изображение еще не пришло. Приходится ему врать. То есть, что он попросил, то якобы и будет, но реальное изображение может быть другое, приходится его пересчитывать. Некоторые устройства сильно врут. То есть, просишь Grayscale, но посылает цветное изображение. Приходится цветное пересчитывать в Grayscale. Что касается поддержки USB. До сих пор все звучало как описание каких-то сетевых устройств. USB тоже поддерживается, чисто устройств без сети. Сделано это очень забавно. Существует стандарт IPP и USB, который надо было бы назвать HTTP over USB. Потому что буквально в USB-шный endpoint записывается HTTP-шный запрос, оттуда приходит HTTP-шный ответ. А все эти протоколы используют HTTP в качестве транспорта. Ну и, собственно, чтобы все это работало, нужен демон, который вот это преобразование делает. То есть, принимает запросы по TCP и с USB работает. Ранняя реализация IPP и USB-XD. Это не я еще писал. Там все было сделано очень просто и наивно. Принимаем TCP-соединение, пробрасываем в USB. Работает плохо. Почему? Потому что в TCP, если клиент пришел, начал что-то делать, закрыл соединение, всем все понятно, соединение закрыто, можно почистить. В USB нет понятия закрытия соединения. То есть, клиент начал делать запрос, если он ушел, то в USB-шном буфере застрял кусок запроса или кусок ответа. Синкронизация потеряна, и потом сложно восстановить. Работало это, поэтому, не очень надежно. Если там, ну, капс еще более-менее аккуратно прокручивал эти транзакции, то веб-консоль не работала вообще. А IPP и USB, это вот моя программа. Значит, она понимает протокол HTTP. Это полноценная HTTP-прокси. Вот, который, значит, если уж он взялся начать транзакцию, если до устройства начало дошло, он доведет ее до конца, чтобы там клиент не делал. Вот, аккуратно там почистит все параметры в заголовках в соответствии с спецификацией. То есть, он санирует эти запросы. Вот, написан он на Go. Значит, входит во все дистрибутивы Linux. Недавно кто-то из пользователей сообщил, что притащил его во FreeBSD. Значит, в ChromeOS не взяли, потому что большой очень из-за того, что на Go. Значит, написали свое нарасте, но так с оглядкой ссылка на меня. Вот. С чем приходится сталкиваться? Значит, отладка по переписке. Надо очень аккуратно структурировать логии. Значит, ничего не понятно, потому что на той стороне человек не квалифицированный, скорее всего. Вот. Значит, сейнерскан писался, когда ESCL еще не было спецификации. Был только реверс инженеринг. Сами устройства очень глюковые. Вплоть до того, что посылаешь немножко не так сформатированный XML, устройство уходит на перезагрузку. Вот. То есть могла бы ошибка сообщать, она переходит на перезагрузку. Вот. Значит, сейнерскан добавил в Linux в VSD поддержку целого класса устройств, которые теперь, значит, работают. Раньше они не работали. Вот. Значит, несовместимые устройства пока встречаются, но все реже и реже. Вероятно, там через несколько лет перестанут встречаться. Значит, пока, как я говорил, встречаются устройства, которые не все умеют в этом виде, но основную функциональность умеют. В VSD, вероятно, уходит, потому что Windows 11 стал поддерживать ESCL. И в перспективе нескольких лет, вероятно, просто все сканирование будет устроено так, и это будет единственный нужный драйвер-сканер в Linux, который будет. Значит, с USB хуже немножко, потому что, значит, если работает мой демон, то не работают проприетарные драйвера. Вот. Потому что мой демон держит все USB-шные устройства открытым. Значит, идея переключаться динамически была, но некоторые устройства работают неадекватно при таком переключении. Причем это не сразу проявляется. А там сначала делают вид, что работают, а потом, значит, хлоп, и все, полезли ошибки уже на уровне устройства. И пока устройство не перегружуешь, ничего не работает. И страшновато это использовать, потому что, ну, у меня нет большой тестовой базы, но я не могу там на миллионе устройств проверить. Я это выпущу в релиз и сломаю там принтеры десяти тысячам человек. Вот. Значит, и тут хорошего решения пока нет, не найдено. Но в целом есть консенсус, что, наверное, все-таки за этим подходом будущее, поэтому в большинстве дистрибутивов IPP и USB более-менее по дефолту ставятся. Вот. И как со сканерами, значит, новые устройства все лучше и лучше поддерживают этот протокол. Ну и теперь, как попасть во все дистрибутивы Linux. Это занимает год примерно. Значит, то, что у вас есть хорошая программа, это не значит, что вас там… Про нее никто не знает, ее никто не берет. Значит, хорошо работает отвечать на вопросы пользователей на форумах англоязычных. В русскоязычных почему-то не работает. То есть, ну, как-то никакой отдачи нет. Вот. Хорошо работает быстро отвечать на вопросы людей, которые пришли с проблемами. Быстро установить эти проблемы. Вот. Как вы попали в Fedora, Debian, Ubuntu, дальше оно пойдет само уже. Дальше разнесут по остальному. И первым дистрибутивом, который взял Cainer, скан, был Arch Linux. Вот. Значит, здесь, ну, с учетом, как бы, аудитории. Доклад более-менее такой формальный, краткий. Вот. Я также написал статью на Хабре на эту же самую тему, такую более неформальную, более жизненную. Желающие могут почитать. Все, спасибо всем за внимание. Готов ответить на вопросы. Класс, спасибо. Первый задам вопрос. Про деньги. Если смотреть на окупаемость усилий какую-то, сколько ты удалось на этом заработать? 300 евро. Уже ничего. Значит, товарищ из Финляндии, который маленький системный интегратор, и, значит, активно использовал мой софт варе, чтобы своим клиентам продавать там тоннами принтеры, сканеры с Винченой, с Linux и так далее, пришел ко мне и говорит, хочешь, я тебе дотацию сделаю? Я говорю, ну, конечно, хочу. Он говорит, сколько? Я говорю, не знаю дотацию, сколько хочешь, чтобы заплатить. Он говорит, ну, вот я тебе сколько-нибудь дам от себя, если уговорю заказчиков, то еще от них. Заказчиков он не уговорил, заплатил только от себя. Было очень приятно получить эти деньги. А так, в принципе, нет. Но я и не искал. Спасибо за доклад. Весьма интересно. У меня вот ваш последний слайд на тему того, как попасть в дистрибутивы, очень живо вызвал к памяти статью Lessons in Packaging Linux Applications Билли Бигса 20-летней давности. Я попробую найти ваш контакт, найти ту статью где-то в архивах на фрешмите и вам прислать. Возможно, получится с отсылкой к тому, как это было тогда, сделать более цельную статью о том, как это сейчас, потому что тема, как мне кажется, очень актуальна. И ее стоит освещать, то есть она недоосвещенная сейчас. Как попасть в дистрибутив? Значит, если у вас есть бинарные пакеты для дистрибутивов, ваше жизнь сильно проще. Потому что люди, которые готовы собирать, ну, их в общем мало, особенно среди ранних адоптеров. Значит, я использовал OpenSUSE Build Services, которые умеют собирать для кучи дистрибутивов. Настроить его, ну, пришлось повозиться несколько дней, потому что документация не совсем совпадает. И пришлось прямо в исходнике посмотреть, это тоже open source. Но после того, как все это было настроено, в общем, для пользователя это удобно. То есть там получается нормальный совершенно репозиторий, с автоапдейтами, со всеми делами. Даешь пользователю ссылку на пакет, он ставит, и у него все хорошо. Старые принтеры и сканеры, виндпринтеры, в этом направлении что-то будет сделано? Ну, мною нет. Но многие из них поддерживают ВСД. Михаил, компания Базальц.По. Вы сказали, что у вас достаточно маленькая база сканеров, принтеров. Давайте сотрудничать, мы поможем вам театировать ваш новый код. От вас приходил кто-то, жаловался на пару бразеров, это чинилось. Закомичено, и там все прокрутилось, приходите с жалобами. Новая версия кода давайте им тоже помогать. Может быть какие-то есть устройства проблемные, если это в Москве, можно просто… Конечно, если есть возможность встретиться с устройством, это сильно облегчает жизнь, чем переписки. Поэтому если у вас есть какие-то проблемные устройства, особенно массовые проблемные устройства, можно договориться как-то, я подъедусь, с ним повожусь и так далее. Есть способы удаленно подключиться, смотреть? Когда удаленно, ну если это сканер, а кто будет бумажки засовывать? Есть способы. Хорошо, приходите. Александр, спасибо за доклад. Это я к вам приходил в 2020 году, Николай Костригин, когда втягивал сейнерскан в СИИ. Очень рад. И вот Михаил, в принципе, правильно предлагает, у нас есть достаточно большая база устройств, и если что, бумажку я вам положу. Хорошо. Спасибо. Ну, аплодисменты, все отлично. Вот как раз ваш бразер, Grayscale, присылал в виде RGB цветного. Спасибо. 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 Спасибо.